Это у нас не агитационная встреча. У нас встреча в рамках программы «Виткрытый Влад» мэр встречается с жителями города. Такими словами Борис Филатов начинает каждую встречу с горожанами во дворах. Удивительное совпадение. Первая из них состоялась 5 сентября. Как раз в тот самый день, когда ЦВК объявила о начале избирательного процесса. До этого городской голова вот в таком вот личном общении с людьми замечен не был. И на каждом таком якобы не агитационном мероприятии мэр не стесняется раздавать обещания. Практически на любую просьбу жителей реагирует примерно так. Мы вообще будем в следующем году и дальше, мы будем гадить именно вот конкретно то, что связано с дворами. Дворы, 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 дворы. Почему? Потому что это в том числе показатель работы мэра и городской власти. Каждый визит мэра собирал десятки, а иногда и сотни днепрян. Большая часть из них – пенсионеры, которым перед встречей вручали газету политической партии «Пропозиция». Многие хвалили городского голову. Нередко с его же подачи, ведь мэр не забывал в каждом дворе напоминать о своих достижениях. Скажите мне, вот поднимите руки или скажите «да». Стали лучше убирать мусор за последние, не знаю, пару лет? Да. А скажите «нет». А, ну один голос, понятно. Ну хорошо, два голоса. Так, все, понятно. Вы всех… А, вообще ничего не убирают. Все понятно. Значит, вы вообще провокатор. Но то, что стали лучше убирать и вывозить мусор, и стихийными свалками начали заниматься, это действительно правда. Но ведь правда же. Но были и те, кто городскому голове был не рад. На одной из первых встреч кто-то из ее участников облил Филатова зеленкой. Борис Альбертович, будь ты… Катоград! 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 Держи его! После этого случая мэр Днепра начал проводить мероприятия в сопровождении охраны, точнее, выглядывая из-за спин своих бодигардов. И при каждом удобном случае припоминать личную обиду. Борис Альбертович, я вас в пыль затру. Провокаторов и мразей. Провокаторов и мразей. Мразей. В том, что его облили зеленкой, Филатов обвинил активистов, которые на встречах задавали неудобные вопросы. Но в тот же день провокатор объявился лично и объяснил свой поступок. Добрый вечер. Это я кинул сегодня зеленку нашего мэра Бориса Филатова. И ни капли не сожалею. Если нужно будет, еще раз сделаю. Чтобы общество обратило внимание на этого казнокрада, который сидит в кресле мэра и полиция делать ничего не может. На его окружение Корбана, Лысенко, которые тоже никто ничего не может сделать. И как он говорит, что за мной кто-то стоит, так он глубоко ошибается. Сам по себе. И это моя жизненная позиция. Продолжение следует...